Проклятье Скара Купидон! Нюхай бедру, Евген! Сказал вам не только что, Гарена. Жизнь, боль. Если не хочешь, чтобы тебя мамка сделала, смотри это видео в наушниках. Всем привет, братья и сёстры. Здорово, отец. На связи отец Евген. Добро пожаловать на очередной бомбовый видеоролик по Free Fire. Заранее прожимай мне свой мощный братский лайкусик. И погнали смотреть. И да, погоди, стопэ. В этом видеоролике мы сейчас с тобой узнаем, кто же выиграл прокачку от Евгена на 10 тысяч алмазов. Ебать, я в шоке, нахуй. Так что смотри до конца, возможно это будешь ты. Ну и помимо прокачки тебя там уже по классике ждёт ещё один конкурс на халявные алмазики. Тю-ю-ю, ты орёшь, полудурок. Примерно полгода назад я снял видеоролик. Открываем первый. Попадается нам хуйня. В котором открывал больше 200 кейсов в PUBG Mobile. Чего, блядь? PUBG Mobile. Ты должен был бороться со злом, а не перейти на его сторону. Игорь, не торопись вырубать этот видеоролик. Я понимаю, что ты ненавидишь PUBG Mobile, все Free Fireщики её хейтят. Но да, я действительно играю в эту игру и действительно когда-то снимал по ней видеоролики. Пиздец. Ничего личного, бро. Сейчас ролик по Free Fire'у, всё норм. Кейсы в том видеоролике я накопил примерно за несколько месяцев. И решил их открыть вместе с вами. В комментариях по тем видео очень многие писали, а попробуй-ка снять что-то подобное в Free Fire'е. Эта идея показалась мне довольно интересной, поэтому сегодня, прямо сейчас, мы будем с вами открывать кейсы в Free Fire'е. Правда, тут они называются лутбоксы, но это похеру. Итак, мы с вами в игре, давайте зайдём на мой склад и посмотрим, сколько лутбоксов я накопил примерно за 4 месяца, если не ошибаюсь. Вот они, мои лутбоксы. Здесь их около 600. Нихуя себе. Охренеть. Почти 600 лутбоксов. Я в это реально не верю. Давай мы их сейчас с тобой вместе посчитаем, чтобы вы не думали, что это какой-то пиздобок. Стопэ. Перед тем, как мы начнём считать мои лутбоксы, небольшая рекламная интеграция. Пунцер данного видео – мой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании. Там выходят мемы, там выходят сливы, там выходят новости, а также моё личное мнение касательно всего происходящего в игре и на ютубчике. Ну и порой события из моей личной жизни. Канал в телеге новый, создал его совсем недавно, но он будет развиваться дальше. Буду рад тебя там видеть. Ссылочка на канал есть в описании. А теперь погнали смотреть ролик. 2, 3, 22, 30, 41, 49. Короче, без калькулятора здесь, мне кажется, не обойтись. Я посчитал точное количество кейсов в моём инвентаре. Я не знаю, будет вам видно или не будет. Блядь, скорее всего, нихуя не будет. А, вот, подожди, сейчас видно. 588. Я даже не знаю, что сказать. 588 лутбоксов из Врифайера. Да я уверен, никто из ютуберов столько, блядь, не открывал. А мы сейчас с вами их откроем. Пиздец, я думаю, это заслуживает твой кусик. Я 4 грёбаных месяца копил эти лутбоксы. Давайте их откроем. Я их копил довольно долгое время, не открывал. И, как вы можете видеть, в некоторых лутбоксах у меня уже есть пушки. Если мы их будем открывать, нам будут давать, скорее всего, сканеры за это. А где-то у меня пушек нет. Мы будем целиться на то, чего у меня нет. Давайте начнём, наверное, открывать самые лоховские лутбоксы. Вот эти вот карточки персонажа. У меня 7 лутбоксов. Поехали, открываем. 7 штук. У меня уже этих карточек просто овер дохуя. Они мне, мне кажется, не нужны. Все эти шмотки у меня уже есть. Мне сейчас дадут, скорее всего, жетоны. Да, мне дают жетоны. Вот такой вот лутбокс. У меня тоже все эти шмотки есть. Нам дадут жетоны. Ещё один лутбокс персонажа. Открываем. А вот такой вот лоховской лутбокс. Дают 10 монет. Охрененно. Ещё лутбоксы персонажа. Открываем. Ага. Нихуя себе. 600. 400 и 200. Серьёзно? Сейчас заберём эти лоховские, а потом будем открывать нормальные, достойные лутбоксы. А, вот такой вот. Смотри-ка, тут может дать алмазный. Сначала 10. О, нихера. У нас здесь выпал скин на питомца, которого у меня не было. Давай сразу его наденем. Отлично. И монеты. 300, 300, 300, 300. Ещё 5 остаётся. Давай сразу откроем. Ещё один скин на питомца, которого у меня не было. Прикольно. Уже 2 скина, которых у меня нету. Уже коллекция немножечко пополнилась. Открываем. Кажется, всё. А, нет, ещё есть вот такие. Вот открываем 2. И последний лоховской. Открываем. Отлично. Самые лоховские лутбоксы мы с вами открыли. Приступаем к самому интересному. Открывать оружейные лутбоксы. В моей коллекции есть не все скины на пушки. Поэтому, я думаю, сейчас будет очень интересно посмотреть, что мне выпадет и насколько обновится моя коллекция. Потом мы зайдём и подсчитаем, сколько достойных новых скинов мы за это получим. Погнали. Начнём со Скара. Видеоролик снова на паузу. И давай-ка прямо сейчас мы с тобой выберем того, чей аккаунт я прокачаю. В прошлом своём видеоролике, вот в этом вот, я запустил масштабный конкурс первой прокачки на моём канале. На сумму 10 тысяч алмазов. Всё, что нужно было сделать, это подписаться на канал и оставить комментарий под тем видеороликами. Давайте прямо сейчас выбирать победителя. Итак, давай-ка зайдём на мой каналчик, на тот самый видеоролик, где разыгрывается прокачка от отца Евгена. Вот он этот видеоролик. Условием было подписаться на канал, поставить лайкусик и оставить комментарий. 1216 комментариев у нас с вами есть. Давайте узнаем, кто выиграет прокачку. Копируем ссылочку, вставляем её в программу по выбору случайного победителя. Загружаем данные. Сейчас будем узнавать. Вот они все наши комментарии. На счёт 3 нажимаю и выбираю случайный комментарий. Выбираю от человека, кому достанется прокачка на 10 тысяч алмазов. Раз. Два. Три. Ба-бам. Хочу прокачку от Евгену. Блог Мусуль Манина. Давайте-ка зайдём к нему на канал. Это довольно, мне кажется, интересный канал. Название очень необычное. Блядь, сука. Да, видимо, название реально очень необычное, я правду говорю. Подпишись, пожалуйста, братик. Да не вопрос. Отец Евген на тебя подписался. Ссылочку ВКонтакте ты на себя оставил. Давайте зайдём к нему на страничку. Условием было сделать также репост видеоролика с моего канала. Так, ролик у него есть. Вот он у него самый первый. Отлично, всё выполнено. Давайте, он на меня подписан. Добавим его в друзья. И напишем Масуду о том, что он выиграл прокачку. Братик, Масуд, этот видеоролик выйдет. Ты увидишь своё имя, как я тебе пишу, вот прямо сейчас. А, привет, ты выиграл прокачку от меня на 10к алмаза. Отлично, отправляем. Я думаю, он будет очень сильно рад. Масуд, братик, жду твоего ответа. Напиши мне обязательно. Договоримся с тобой о времени съёмки. И снимем с тобой охренительно, вот просто, чок гузель, самую топовую прокачку на ютубчике. Я тебе клянусь, это будет бомба видеоролик. Жду твоего ответа, братик. Не расстраивайся, если ты не победил. Ничего страшного в этом нет. У тебя всё ещё есть шансы получить халяву от меня. Всё, что для этого нужно, поставить лайкусик под этим видеороликом и оставить любой комментарий из ним меньше, чем 5 слов. 5 слов нужно для того, чтобы ролик продвинулся и вышел в рекомендацию. Тебе херня Диофа, мне приятно. И, конечно же, прикрепить к своему комментарию свой айдишник в игре. В следующем видео по Free Fire я рандомно среди всех комментаторов выберу троих человек, кому отправлю по 500 алмазиков. Поэтому жми колокольчик, братик, чтобы не пропустить итоги. Желаю удачи. Погнали дальше открывать кейс. Вам наверняка интересно, почему у меня в этом видеоролике меняется кофта. Там я в одной кофте, сейчас я сижу в другой. Короче, объясняю, как это происходит. Для того, чтобы видеоролик был наиболее динамичный, я ее переодеваю. Да, переодеваю, вот ставлю, переодеваю. Сейчас здесь будет ставка. Шутки в сторону, давайте продолжать открывать кейс. 24 лутбокса у нас есть, открываем по 10. Так, 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 нам всегда не выпал. Еще раз. Скар, я хочу Скар. Не выпал. Выпал. Отлично, отлично. Вот этот вот Скар, он у меня был, когда он только вышел. И он мне тогда очень сильно понравился по внешнему виду. И сейчас я его наконец-то получил. Охренительно. Все, тут уже мы больше ничего не получим. Да, получаем только схроны. Огненный дробовик. Открываем по 10. Целимся за дробовиком. Еще 20. Ага. Изи. Изи, ребятки. Огненный дробовик, подземный вой. Выходит мне навсегда. Еще 10 лутбоксов у меня остается. Давайте заберем схроны. Забираем. АК Пылающий дракон. Очень многие мои подписчики говорят, что это один из самых крутых скинов на АК. Я не знаю, так это или не так. Я с ним ни разу не играл. Напишите в комментариях, как вы думаете, топчик этот скин или не топчик. У меня 24 кейса. Открываем. Нет. 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 Так, 4 кейса осталось. АК, пожалуйста, выпадем. По-братски. Не выпал мне АК, к сожалению. Но думаю, ничего страшного. Потому что у меня есть АК Ледяной Дракон. Прокачанный до 5 уровня. Он-то поближе, чем этот. Ну, мне так кажется, я не знаю. Напиши в комментариях, какой круче. Это АК или Ледяной Дракон? Окей, окей. Двигаемся дальше. Вот такая вот у нас есть Эмочка. Звездный Генерал. 10 кейсов. Открываем сразу же десяточку. Нет, ничего не падает. Ничего не падает. Даже гребаный ВСС этот, блядь, мне не выпал. Окей. Северный АК. Но он у меня уже есть. Поэтому забираем просто схроны. Забрали. Вот такой вот интересный МП-40 Новый Год. Который появился примерно 2 года назад. У меня есть 10 кейсов. Открываем. Нет. Нет. Игра. Гарена. Я копил эти вот боксы. Хуй знает сколько времени. Вы мне первые 2 скина выдали. А эти сейчас не хотите, блядь. Ну, это же топовые. Реально скины. Я хочу их. Коллекцию. Жизнь-боль. Окей. Ничего страшного. Идем дальше. Вот такой вот АК вот бокс Пчела. АК этого у меня нету. 12 кейсов. Открываем десяточку. Не выпадает. Остается 2. Не выпадает, но выпадает на целых 15 дней. Все есть. Забираем схроны. Лутбокс Лиловый Ужас. Главный скар мы уже забрали. Три вот этих пушки. У меня нет. 12 кейсов. Но я думаю, что это одно мне по-любому сейчас выпадет. По-другому быть просто не может. Открываем. Хуй себе. О, на кок. Осталось 2. Хорошо. Блядь, 12 кейсов. Три штуки оружия нету. Блядь, и мне ничего не выпадает. Горе на АУ. Я 4 месяца копил. 7 кейсов есть. Надеюсь, выпадет. Нет, ничего не выпало. Ничего не выпало. Вот такого вот МП-40 кровавого золота у меня нет. У меня есть 4 кейса. Открываем. Я не удивлен. Дикий карнавал. 7 штук. Открываем. Я не удивлен опять. Блядь, сука, как обидно. Эскар кровавая луна. У меня его нет. Но есть 12 кейсов. Пожалуйста, ну хоть это говно дайте мне. Осталось 2. Блядь, больше я что-то не так делаю. Мочка розовый. Свой. 24 кейса. Ну я думаю, из 24-х-то, ну мне может выпасть эта гребаная эмочка. Открываем. Блядь, вы издеваетесь, что ли? Карена, вы... Вы серьезно? Да, серьезно. Ты не верил. Все скины есть. А вот бокс красный самурай. Давайте заберем схроны. Блядь, мне страшно представить, сколько у меня уже схронов. Нападение акулы. Погнали. Ну хоть это говно дайте мне. Ахуй там плавал, ничего мне не дадут. Все есть из этого вудбокса, поэтому забираем схрон. Скар Купидон. Гребаный Скар Купидон. Вот на этот Скар я уже сумерно слил около 10 тысяч алмазов. Ты вранулся? Когда он только появился, я крутил. Не выбил. Когда появились вудбоксы, я крутил. Не выбил. Чтобы вы понимали, этот гребаный Скар у меня был на 291 день. Попытка номер 1856. Открываем 10. Открываем еще 10. Еще 10. И еще 3. Хуй себе. Блядь, это какое-то ебаное проклятие Скара Купидон. Я в ахуе. Блядь, какой-то сраный зеленый Скар мы открыли просто с первого раза. А этот ебаный Купидон уже 2000 раз пытаюсь открыть, и он мне не выпадает. Окей, вот такой вот ФАМАС. Он у меня уже есть. Забираем схрон. Вот такой вот МП-40 тоже у меня есть. Забираем. 10 вудбоксов есть. Открываем. Блядь, да мне хоть один ебаный скин выпадет навсегда или не выпадет. М-ка у меня уже есть. Вот такой вот Калаш у меня есть, но есть шанс выбить дробовик. Давай попробуем по одному открывать. Может, блядь, мне так будет вести больше. Чё за хуйня, блядь? Где бы реально ни один скин не выпал ещё. Просто ни один скин мне не выпал. В начале два выпала и всё. Дробовик и Скар, а сейчас просто ни один. Дичь какая-то. Блядь, вот такой вот ФАМАС вампир может мне выпадет, блядь. Пожалуйста, хотя бы вампира сраного дайте мне. Попробуем по одному. Блядь, по одному это очень долго. Ну, не, ну нахуй. Сейчас вот три ещё открою, а потом сразу десять. Нет. Нет. Блядь, Гарена, пожалуйста. Хотя бы его. Хотя бы его дайте мне. Хуй тебе. Понимаете абсурдность всей этой ситуации? 300 вудбоксов уже открыто и... Блядь, всего два скина. Это пиздец. Вот такой вот МП-40. Хуй. Вот такая вот Эмочка. Хуй. Вот такой вот Скар. У меня отсюда почти всё есть. Может, что-то выпадет. Хуй. Хуй. И ещё раз. Хуй. Хуй. Гарена, я тебя люблю, блядь. Я тебя просто обожаю, Гарена. Вот просто ты не представляешь, Гарена. Ребята, разработчики. Вы очень крутые ребята. Я вас прям обожаю. Тут у меня всё есть. Тут у меня всё есть. Тут у меня тоже всё есть. Блядь, если честно, всё настроение пропало. Вот клянусь. Просто всё настроение, мать его, пропало. Это просто какая-то дичь. Просто какая-то дичь. Хоть что-то дай мне. Блядь. Так, 30 вот таких. У меня нету вот такой вот пушки здесь. Ну вот эту хуйню-то хотя бы можете мне навсегда дать? Вот эту вот за лупу хотя бы дайте мне навсегда. Я с ней ходить не буду. Она мне просто в коллекцию. Хотя бы её дайте мне, пожалуйста. Хуй. Ха, вот её дали, блядь. Спасибо вам. Забираем схроны из оставшегося. Чё-то меня не устраивает эта ситуация. Погодите, сколько осталось? Блядь, осталось совсем чуть-чуть. Пожалуйста. Ну хоть что-то ещё дайте мне навсегда. Я чё, зря 4 месяца, блядь, ждал. Блядь, я просто... Аллилуйя. Ну хоть за что-то вам спасибо. М10-14 пустош. Хуйня, конечно, скин, но... Хоть за это огромнейшее вам, Гарена, спасибо. Пиздец. Просто пиздец. 600 лутбоксов. И просто... НИ-ХУ-Я. Это жесть, пацаны. Это просто, мать его, жесть. Я вам честно говорю, как есть. Мне Гарена ни за что, как жабки, не платит. Все эти лутбоксы, это абсолютный, мать его, какой-то... Рандом в обратную сторону. На ваших глазах открывают 600 кейсов. И из них не все падает на время. Не советую вам их, блядь, открывать. Окей, окей, последние 9 кейсов. Гарена, обрадуй меня. Хуй. Спасибо. Ну, хоть что-то. День Нептуна. Ну, хоть что-то. ХМ-8. Отлично. А 29 вот таких у меня отсюда нет только вот этого вот коряка. Ну, он, конечно, хуйня. Я с ним играть по-любому не буду. Я вообще, в принципе, с коряком не играю. Но в коллекцию можно. Спасибо. Еще один скин навсегда. Из 600 лутбоксов шестой скин навсегда. Как охуенно. Оставшиеся схроны. Вот такой фамас у меня здесь в коллекции все есть. Поэтому забираем схроны. Лутбокс один. Забираем. Конечно же, навсегда нам ничего не падает. Остается 6 лутбоксов. Отсюда у меня есть абсолютно все. Забираем схроны. Отсюда у меня нихуя нет. Поэтому, может быть, что-то выпадет из трех лутбоксов. Ну и там вряд ли, конечно же. Открываем 4. Еще 8. Хуй нам, что падает нам всегда. Классика. И остается 2 лутбокса по 19 штук. Вот этот вот охуительный, я считаю, вектор. И вот такой вот властитель умов. Открываем. Навсегда ничего не падает. Навсегда ничего не падает. Гарена от души душевно в душу. Обняв, заплакал, блядь. И последние 9. И опять нихуя не падает. Последний лутбокс на вектор. Ну хоть этот гребаный скин дайте мне навсегда. Пожалуйста. Нюхай бебру, Евген. Сказал вам не только что Гарена. Пиздец. Честно, я когда планировал снимать вот этот вот видеоролик, я честно не думал, что будет все настолько печально. Я думал, я сейчас открою 600 лутбоксов. У меня коллекция пополнится. Она, конечно, у меня пополнилась. Но, блядь. Временными скинами. Ебать. Просто пиздец. На каждую пушку новый скин. Зацените. Так, эммочка. На 3 дня вот такая вот. Такая вот на 41 день. На 7 дней вот такая вот на 9. Пылающий дракон на 51 день. Блядь, я надеюсь этот ролик того стоил. Этот вообще на 67 дней. Вот это вот говно 67 дней у меня будет лежать в инвентаре. Так, а на М14 вот такой вот скин на 6 дней мне выпал. Вот такой вот на 16. Так, вот такой вот Скар. Ну хоть что-то мне выпало навсегда. Да, он мне, честно, очень сильно нравился. Вот этот вот Скар зелененький. Это вообще один из самых первых легендарных скинов в игре. Я с ним гонял. Он у меня с самого начала появился. Но он был тогда у меня временный. По-моему, на 70 дней, если не ошибаюсь. Теперь я его спустя 2 года выбил. Окей. Скар Купидон на 82 дня. Боже, блядь. На 82 дня. Подожди, давай сравним его сразу. Да ладно. Они одинаковые? С абсолютным титаном они одинаковые. Только у этого минус дальность. А у этого минус магазин. Но мне кажется, титан намного круче. Мы только что с вами открыли 600, мать его, лутбоксов. Что мне выпало, я вам показал. А, да, еще 2 скина на питомца. 4 месяца я копил лутбоксы из разных событий. Несколько лутбоксов я еще купил, признаюсь честно. Я купил несколько лутбоксов. Какой я долбоеб, да? Сказочный долбоеб. Я надеюсь, мои старания заслуживают от тебя лайкусиков. Поставь мне лайк по-братски. И никогда не совершай вот таких вот тупых ошибок, как я. Выпал тебе лутбокс, открывай его сразу. Ну и вон нахуй копите в 4 месяца, чтобы потом вот так вот расстроиться. Настроиться. Блин. Я честно сейчас вахну. Ладно. Если вот такой вот интересный видеоролик у нас твой получился сегодня, ставь лайк, подписывайся на канал, если до сих пор не подписан, пиши комментарий, что думаешь по поводу всего этого дерьма. С тобой был Отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!